Сегодня я вам расскажу о том, как откроют фитнес-клубы. Обещают их открывать начать с 1 июня. Дальше все идет по регионам, по статистике. То есть не по заболеваемости, а по статистике. Ну и по усмотрению местных властей, насколько губернатор вашего города мразь. Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу о том, как откроют фитнес-клубы. Когда, к сожалению, поделюсь информацией той, которая есть, а начну с того, чтобы был ролик реально полезен. Видите, это все. Это все на самом деле, это бумага. Это бумага, все равно бумага, картон. И все это я сейчас повезу на сортировку. Настоящая революция выглядит примерно так. Когда вы жалуетесь, что вам должны, что вам плохо, вам ничего не нравится, она выглядит так, когда вы начинаете что-то делать. Вы начинаете менять мир сами. Мы сортируем вообще все, и стекло, и так далее. Возим это все к торговому центру МЕГА. Там есть сортировка. А сейчас я картон заберу на работу. Много доброго. Мама, я обнять тебя хочу. Обнять, иди. А зачем тебе камеру? Так, я работаю. А это что такое? Это объектив. Это объектив, значенок. Синя? Да, ну таким вот фиоретиньким цветом. А вы не попрощались с вами? Пока-пока, Арианочка. А хочешь цветочек сразу мне передавать? Нет, так мне не нужен цветочек. Нет, подарить моему знакомому? Знакомому подарить? Подарю. Вот, у нас мы в генетике, знаете, лампы на демеркуризацию вводим ультрафиолетовые, и бумагу мы задаем именно на переработку. Мы купили отдельное пухло, так называемое, ну это контейнер, в который у нас собирается только бумага, картон для переработки. Вот, собственно, на работу все это я и отвезу, и, ну, в пухло закину. Просто подумайте об этом, пожалуйста. В тачке уже про фитнес-клубы поговорим. Давай, скажи, что нужно сделать? Мы отлетим цветок. Кому, Зайка? Знакомым твоим. Хорошо, подарить? Да. Давай. Вот так положил. Только не мне, вот так его. Понял, буду так держать. Давай, поцелуй. А ты только положил его себе вот сюда. Хорошо, Зайка, положу. Только не прижимать. Не прижимать, я понял. Все, пока-пока. А потом достай и подожди. Я понял. Пока. Кстати, вот этот контейнер для полиэтилена. Как видите, тут написано. Вот так, друзья, вот так. Просто понемножку все вместе. Ну, чего есть прям отличного? Погодка. Погодка сегодня, друзья, просто феноменальная. Просто шикарнейшая. Просто по погоде сегодня огонь. Я же мистер веган. Это арахис. Материкус это арахис. Я очень надеюсь на то, что меня видно. Сзади бардак. Не смотрите. Не смотрите на бардак. По открытию фитосклубов. Обещают их открывать, начать с 1 июня. Дальше все идет по регионам. По статистике. То есть не по заболеваемости, а по статистике. Ну и по усмотрению местных властей. Насколько губернатор вашего города мразь. То есть вероятность того, что он мразь, она такая очень большая. Но есть и нормальные товарищи. Ну а насколько уже степень, то есть рейтинг, насколько он мразь, на 2 балла или на 10, это уже по факту. То есть в Москве всем понятно, что степень прямо высочайшая. Но там в принципе все весело. Я надеюсь, что Следственный комитет примет к рассмотрению те дела и иски, поданные на имя мэра. Потому что то, как людей заразили всех, огромное количество заражаемости, пик в метро из-за введения пропусков, тотальный контроль, нарушение конституционных прав, нарушение прав человека, зафиксированных. Международной конвенцией все это, в принципе, вытворяет достопочтимый мэр Москвы. Поэтому там по нему прям очень-очень много всего. И я как бы, ну считаю, что он должен сидеть в тюрьме. На мой взгляд, исходя из тех действий, которые он проводит. Поэтому в Москве фитнес-клубы откроют не скоро, прямо от слова совсем. Например, в Уфе фитнес-клубы открывают уже 1 июня. В Петербурге есть вероятность, что откроют 15 июня. А в Ленобласти, опять же, есть исключительно небольшая вероятность, что 1 июня. Есть регионы, где фитнес-клубы могут функционировать в данный момент. Все, что требуется, это обработка, дезинфекция, оборудование, детсредства на входе. Не пускать клиентов с признаками ОРВ, ОРВ, ОРЗ. Что из того, что интересное, вышла рекомендация Роспотребнадзора. Блин, в машине жара, я думаю, почему, а стоит 22 градуса. Вышла рекомендация Роспотребнадзора. Тут будет, наверное, сейчас крести, ребят. Давайте на дорогу выйду и продолжу. Немножечко ЗСД, хотел снять стадион вот там. И уже проехал. Там, конечно, Зенит-Арена, она красивая, но строили ее мрази. Вот Зенит-Арена. Благодаря Зенит-Арене в Санкт-Петербурге в 2018 году не построили несколько десятков школ и детских садов. Не построили несколько больниц, потому что решили потратить федеральный бюджет на это говно. Ладно, не с тем говно может быть, но, ребят, ну, блядь. Но вы все, кто касались этого проекта, кто воровали в нем. Я надеюсь, страдать вы будете безумно сильно, потому что это ужасно. Что вы сделали, сколько вы украли. Ведь во всех странах есть коррупция. Коррупции много. Воруют много. Воруют каким-то таким образом, волшебным, возможно, что хватает при этом и на то, чтобы люди могли жить и чтобы работала нормальная ЖПХ, там, милиции, здравоохранение, какие-то там, права человека соблюдались. Ну, как-то, так, я не знаю, аккуратненько делают. Сначала людям дают, чтобы все было у них нормально, а весь остаток воруют. А у нас наоборот, воруют все, а на остаток пытаются выполнить свои обязательства. Вот. Такие дела. Закончил я сегодня рабочий день, на самом деле, не рано. Уже седьмой час. И, кстати, чуть уже не забыл выкинуть мусор. Ну, такая бывает у меня тема, да, что я могу парочку деньков проездить вместе с мусором в багажнике. Ну, что поделать. Всякое бывает. Орунда. Бумажки, деревяшки. Все это потом уже наши партнеры. Там, видите, тоже забито полностью мусором бумажным. Это все уже наши партнеры потом перерабатывают, сортируют дополнительно бумагу, картон. Ну, всю ерунду, короче. Все, друзья. В общем, делайте все, что от вас зависит максимально. И тогда всем будет вот этого хорошо, я считаю. Короче, я всю машину сейчас замажу этим бипонтеном. Да, ребят, я не заматываю татуировку пленками, тряпками, пеленками. Мне это не прикалывает, я просто емажу бипонтеном. Потому что у меня отличная регенерация тканей. И у меня уже не первая татуировка, не первый раз. Так что прошу мне не писать по этому поводу советы. От солнца прячу, тут тенек в машине. Нет, сверху не сетит нормально. Можно люк закрыть при желании. На ночь, да, замотал. Замотал пеленочкой на первый день. И на второй день тоже замотаю пеленкой. Просто, чтобы не пачкать постельное белье. Вот, теперь. Какие рекомендации дал Роспотребнадзор фитнес-клубам? Как обычно, блядь, зачем писать рекомендации, какие-то требования, если один хрен их нельзя проверить, или их можно обойти на изи. Необходимо теперь. Все фитнес-клубы должны будут работать после запуска по запись. Как должно это выглядеть, я себе не представляю. Будете звонить по телефону и якобы записываться? Ну, окей. Сделают фитнес-клубы приложение, где вы будете тихать одну кнопку, типа записаться через час на тренировку? Окей. Вы будете приходить на тренировку, прокатывая карту, автоматически будет появляться запись в журнал, чтобы вы записывались на тренировку? Окей. То есть придумали, как обычно, дырку. Какую-то, блядь, в законе. Видимо, с деятельностью это очень крутая штука. Но, мне кажется, не надо так выступать. Что еще? В любом случае будут ограничивать количество посетителей. Но фитнес-клубам это точно летом не страшно. Летом ходит мало людей. В целом, никогда они не бывают переполненными. По моим ожиданиям, исходя из того, как я примерно пытаюсь подумать за людей, за конотворцев, Думаю, они потребуют, чтобы на каждого человека было примерно 9 квадратных метров. Вот, возможно. То есть 3 на 3 метра такой квадрат, чтобы состоялся. То есть у каждого, чтобы было такое пространство, куда якобы не долетят бациллы, вирусы от того, что вы дышите. То, что вы дышите учащенно, интенсивно во время тренинга и так далее, это тоже никого не беспокоит. Об этом думать не положено. Ну, думать там вообще не положено. Это забавные требования, но они есть. Естественно, дезинфекция, обработка оборудования, санитайзеры. Честно, я не дочитал. Я, может, сейчас даже полезу, посмотрю эти рекомендации. Мне вот стало интересно, а что у нас с требованием? Нужно ли будет заниматься перчатками? Балетки не грузятся. Ну, что за зараза. Бассейном разрешат работать, но обяжут, чтобы вы размещались в кабинках, ну, в раздевалке. В раздевалках вас обяжут не занимать, обяжут не занимать соседние ящики. Ну, скорее всего, повесят, я думаю, замочки на ящики. Тем самым вы просто не сможете их рядом вдвоем занять. Ну, это... Если бы был вирус действительно страшным, это было бы логичным, на самом деле, замечанием. Поэтому ничего плохого. А вот, кстати, не 9 метров квадратных, как я сказал, а 5 квадратных метров будет требование на одного человека. Это в аэробных залах. Ну, в общем-то, вот так. Вообще, Роспотреб на усмотрение регионов считает, посчитал, что уже 13 мая можно было открываться. Ну, как видите, у нас не торопятся. Несут убытки существенные. Фитнес-операторы, то есть фитнес-клубы, аренды не всем снизили, или не всем снизили их там сильно. Ну, вы понимаете, если ты не зарабатываешь сейчас вообще, а аренда у тебя половина стала, то все равно ты минусуешь. Потому что зачастую работа у фитнеса – это 9 месяцев в году в плюс, 3 месяца в году в действительности есть. Если она просто в ноль, это уже круто. То есть сейчас они выходят, даже если разрешат за них работать, они выйдут в не сезон, в лето, в состояние полной невротичности у людей с отсутствующим интеллектом. Чем я сейчас говорю? Люди будут, многие просто боятся ходить на тренировки. Всех запугали, зашугали. Что печально, крайне, люди будут побаиваться ходить в зал. Это тоже вызовет определенный отток людей от фитнес-клубов. Тем самым отрасль потерпит колоссальные убытки. Бизнесмены, владельцы, люди, вложившие сердце и душу в фитнес и внести колоссальные убытки. Прошу прощения. Да, слушаю вас. Отличного дня вам благополучного. Спасибо. Всего доброго. Так, прошу прощения, друзья мои. Выкаемся мы в данный момент еще… Я уже рассказывал, что мы подались на субсидию государственную. Вот так, как в целом государстве, субсидию нам не дали. А вот при этом коммерческий банк принял к рассмотрению нашу заявку как пострадавшей отрасли на получение под 0% кредита. Ну, как-то 0% по-моему, 4 месяца. Дальше, там, или 3 или 6. Короче, там выгодная ставка. В любом случае, я хочу этот кредит сейчас взять и этим кредитом перекрыть другой наш кредит, который мы взяли в начале всей этой истории с пандемией. Потому что там проценты, если не ошибаюсь, под 11%. Поэтому мы замечательно, мы хорошо сэкономим. Это к вопросу, брать ли вообще кредиты в бизнесе. У нас есть кредиты. Если вы пользуетесь ими с умом, то да, их можно брать. Мой бизнес не смог бы быть построен без кредитов. Потому что богатых друзей, родителей, инвесторов в компании никогда не было. Все бабки свои, либо заемные из банковской сферы. Да, ужасные ставки, криминальные, бессовестные. Ну, что имеем, то имеем. Я стараюсь меньше жаловаться, больше делать. А вернусь к фитнес-индустрии. Превышаю, еду сейчас камер на собираю, пока болтаю с вами. Невиката-то не включил. Яндекс молодец, хотя бы подсказывает, где у нас пробочки. Я искренне вас всех призываю, ребят, возвращаться, тренироваться в фитнес-клубы. В любом случае, дома это не то. Как бы мне даже саму сильно-сильно не нравилось. А я реально кайфую от экономии времени, тренируюсь дома. И многие мышечные группы, кроме ног, я могу прям полноценно прорабатывать. В зал я буду ездить, ездить регулярно. Хотя я понимаю, что я и в офисе организую зал для экономии времени. Потому что объем работы и проектов, который я сейчас увлечен, возрос за эти два месяца очень сильно. Потому что когда тебе дают пендали под жопу, ты понимаешь, что не надо быть на расслабонах. Так круто, как казалось, и диверсификация всего происходит. Просто у тебя, так скажем, начинает на 110% работать твоя головешка. Вот такие дела. В общем, если вам было интересно, лайк поставьте. Мне это будет очень приятненько. Ваш комментарий будет вдвойне приятен. Ваши мысли мне очень интересны. Любые вопросы вы можете писать от спорта до, не знаю. Знаете, интересный момент. Говорят, блогеру не нужно касаться политики и религии. Вы можете быть успешным. Слава богу, что я не блогер. Мне вообще посрать. Поэтому хотите про религию, давайте. Только прошу, все верующие, у которых есть чувства, вы эти чувства свои в жопу сейчас засуньте. Слишком вы нежные. Вам не надо слушать меня, в принципе. И это. И это и все. Всем пока.